В сентябре 2019 года в городе Фульда Немецко-русский социальный образовательный центр «Родник» принимал группу молодежи из Киевской гимназии номер 141. Ребята изучают еврейскую историю, религию и еврит. Уже 20 лет центр «Родник» занимается образовательной работой, обменными проектами с молодыми людьми из других стран. Это возможно при поддержке Федерального союза русскоязычных родителей и объединения немецкой молодежи в Германии. Для нас, молодых людей 21 века, вопросы антисемитизма, отрицания Холокоста и проявления ксенофобии приобретают особое значение. Совместный проект украинской и немецкой молодежи был посвящен актуальной теме. Январь 1942 года. Ванзейская конференция. Самый страшный день для еврейского народа. Ванзейская конференция. ДИСКЛЕЙСКИ 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 Der Holocaust war die Jugendvernichtung im Zeitalter des Nationalsozialismus in Deutschland. In dieser Zeit wurden sehr, sehr viele Juden getötet. Und heutzutage sehen sehr, sehr viele dieser Menschen das nicht mehr als Holocaust an und sagen stattdessen, dass es das niemals gegeben hat. Allerdings wissen wir durch geschichtliche Ereignisse, dass dies im Endeffekt stattgefunden hat. Das war die Jugendvernichtung. На мое мнение, Флокост — это то, что больше никогда не должно повториться в нашем мире. Но если говорить простыми словами, то это то, когда немецкие солдаты уничтожали евреев. Я, ты, он, она. И всех нас объединяет одно. Казалось бы, что об этом говорить через 75 лет после трагедии Холокоста. Однако проблема антисемитизма снова активно обсуждается в обществе. К сожалению, сейчас происходит новая волна антисемитизма в Европе. И на самом деле это не очень хорошо, потому что люди забыли, какие были последствия после Второй мировой войны. И что может случиться, если сейчас с нашими возможностями в современном мире это не остановить. Мы должны противостоять этому всеми доступными методами. В эпоху современных технологий мы должны объединиться по всему миру для борьбы с антисемитизмом. Для этого служат фильмы, демонстрации и СМИ. Мы должны протестировать, мы должны erzählen, darüber reden. Мы должны это всегда в предыдущем, что происходит, чтобы это не снова появится. Я считаю, это довольно легко. Нужно просто верить и знать, что каждый человек ценит по своему. Я считаю, что в семье суждения должно вносить такое понятие, как равноправие. Что все люди одинаковые, у них одинаковые возрачности. Что не надо отличать кого-то по национальности, а кого-то по вере. Поэтому только так мы сможем поведить эту волну и не допустить еще одно посредство, как Малакоста и Туренции. Антисемитизм Антисемитизм — это явление, которое не подвластно времени. Это явление, которое вспыхивает в один момент. И его можно очень долго поддерживать. Но также есть масса методов, как с ним бороться. Антисемитизм — это также то из очень немногих зол в этом мире, которые есть наиболее весомые, на мой взгляд. Бороться с ним... Я вижу один очень действенный метод. Это информационная политика. Я говорю про то, что нельзя создавать иллюзию, что это было давно. И про это уже можно давно забыть, потому что в этом современном мире этого не может произойти. Это не правда. Потому что ветви истории повторяются. Верехи повторяются. Поколения повторяются. И про это забывать нельзя. И надо делать все возможное. Делать фильмы, делать лекции, читать. Включать это в систему образования каждой страны, чтобы все помнили, что такое неприемлемо, что такое неправильно. И мы должны быть президентом. Ни в одной из стран. Мы должны больше респекта и толеранзисть. И... Асонстен... Верехи повторяется, что это мистоит. Субтитры подогнал «Симон»